x5 диалог 2023 продолжает свою работу и сейчас мы поговорим о том как x5 выстраивает работу свою всех синхрония задачами государства говорим об этом саниславом здравствуйте вы делите основные направления по взаимодействию x5 с органами государственной власти какие наиболее являются приоритетными и на каких из них будет сделан акцент в следующем году до джара департамент x5 обеспечивает взаимодействие с органами власти как федеральными так и региональными здесь мы находим совместное решение по продвижению повестки x5 как в целом конечно же мы ориентируемся на стратегические цели компании и тут мы выделяем три основных блока первый блок касается рынка лидерства на рынке еды да здесь мы соответственно ищем возможности на которые мог позволит компании развиваться в этом направлении это в части цифровизации здесь в том числе касается и перехода на электронные документы оборот это государственные информ системы которые сейчас достаточно активно развивается и к ним прибавляется еще категории товары товаров которую будет это направление и третий блок это блок ежи да можно сказать это некий социальный вклад компании в государство то здесь касаются вопросы адресные продовольственные помощи какие-то социальные проекты которые востребованы в регионах в том числе и на федеральном уровне а пример приведите пример наиболее успешного сюжета в части коммуникации взаимодействия эксперт групп с орган государства власти за последний год что яркого было да на самом деле таких примеров много но действительно самый яркий который мы начали реализовывать в начале мы мы всегда этим занимались да но вот решили вместе с государством так сказать подвериться это началось в феврале этого года когда мы запустили свою конференцию малого бизнеса большую полку то есть мы достаточно большое время уделяем и внимание малому и среднему производителям и мы запустили несколько проектов в том числе у нас реализовался пилот проект агрегаторы которые мы запустили в одной области сейчас мы масштабируем на другие регионы нашего присутствия в том числе мы запустили академию фермеров где мы обучаем производителей как правильно взаимодействовать какие требования у нас есть и мы их разъясняем подсказываем нашим коллегам чтобы было удобно и комфортно как взаимодействие с государством помогает решать проблем отрасли в целом какие примеры могли бы привести и где вы в данном плане идет энергию с коллегами из отрасли ну здесь можно отметить что из 5 для отрасли является лидером да поэтому мы видим на себе ответственность когда резон какие-то проекты что они также коснуться и отрасли в целом здесь можно привести пример как отстаивание норм касательно каких-то переходных периодов да это как раз и например маркировка да либо контроль надзорные мероприятия то есть то что мы вкладываем для себя как компания это конечно же потом от находит отражение и отрасли в целом если со стороны профессионального сообщества запрос на изменения отдельных новозаконодательства регулирующих розничную торговлю и как в этом направлении работает x5 запрос есть всегда есть даже запрос на изменения законодательства он бывает периодами есть более жаркие периоды в течение года есть менее активно но тем не менее это живой рынок это живой механизм до меняется мир меняется жизнь до соответственно и происходит приходится адаптировать какой-то законодательства под сегодняшние условия но тем не менее зачастую многие вопросы снимаются в рамках диалога то есть часто если коллеги являются инициаторами какой-то нормы то потом путем переговоров эти разногласия снимаются до находятся какие-то договоренности мне кажется это наиболее приемлемый вариант да это такой элемент саморегулирования и саморегулирования не только ритейла и поставщиков но и саморегулирования с точки зрения государства и ритейл что касаемо таких вот поездок по регионам я так понимаю что у вас это основная практика вашей работы я регулярно вижу что вы бываете абсолютно там разных регионах есть такая история что по следам выходит новости о соглашениях с каким-то регионом как часто вы заключаете соглашение о сотрудничестве с правительством региона присутствие и какие ключевые моменты в рамках этих соглашений обязательно вы стараетесь учесть для себя для эксперт действительно по поездок по регионам очень много за вот за последний год мы заключили порядка 30 соглашений с регионами в каждом регионе мы стараемся учесть свою специфику но в целом здесь мы объединяем свои усилия с региональными коллегами в части социально-экономического развития региона в целом то есть что мы можем как компания развиваясь в этом регионе вкладываясь в инфраструктуру регионов социальные проекты улучшить условия проживающих там людей да но в первую очередь наших потребителей здесь можно обозначить основные направления это касательно качественных доступных продуктов это и цены на эти продукты это какие-то социальные проекты связанные например со скидками на которые мы предоставляем в наших магазинах также проекты связанные с производителями да мы всегда выбираем местных производителей да и видим что от региона есть достаточно большой запрос в расширении представленности на полках тоже местных производителей в чем мы собственно всегда заинтересованы и помогаем сейчас уже много достаточно сказали про социальные моменты но вот все-таки выполнение каких социальных обременений как правило ожидают от вас региональные власти и насколько для вас это сложно сделать или там найти компромисс по этому направлению да здесь наверное если говорить про социальные аспекты то их два основных это конечно же не допустить рост цен здесь диалог идет с производителями и второе это вот как раз о том о чем говорил что поддержать локального производителя до чтобы было представлено с больше на полке и в том и в том случае мне кажется из той практики которая у нас складывается всегда решает диалог то есть если появляются какие-то разногласия то явно из-за того что стороны друг друга не услышали в первой части мы у нас есть обязательства по ценообразованию до которого мы уже не первый год на себя взяли реализовываем по ограничению наценок на ряда социально значимых товаров по второй части по взаимодействию с поставщиками мы постоянно проводим в регионах торгово-закупочные сессии где присутствует и органы власти и вместе находим решение всех проблем алига здесь я прощу ваше внимание на то что в рамках мероприятия состоялся круглый стол по темам взаимодействия с государством и соответственно обращу ваше внимание посмотрите на видео посмотрите о каких вопросах именно разговаривали коллеги во время этого круглого стола уверена что детали вы еще подчеркнете большое спасибо за ваши ответы успехов новых регионов и правильных взаимодействия на разных уровнях власти спасибо большое за субтитры добавил DimaTorzok